Здравствуйте, с вами Вяткин Александр, и это канал Команда Гост Плюс. Мы продолжаем серию роликов с разбором самых часто встречающихся ошибок дизайнеров и методов их исправления. Для тех, кто не смотрел предыдущий ролик, напомню, что целью данной рубрики ни в коем случае не является желание как-то опорочить или принизить коллег по цеху. Наоборот, мы хотим внести свой небольшой вклад в повышение качества ремонтных работ в нашей стране. И в каждом выпуске данной серии роликов я беру какой-то наиболее часто встречающийся косяк из дизайн-проектов, рассказываю, в чем его проблемы и как эту проблему максимально легко и просто можно решить на конкретном примере. Ошибка, которую мы сегодня разберем, возникает, как правило, когда дизайнеры пытаются играть в проектировщиков, указывая, какие кабели куда следует заложить и какие автоматы при этом нужно поставить. Еще чаще это встречается непосредственно в кривых проектах электроснабжения, но про проекты у нас есть отдельный ролик. Суть проблемы в том, что зачастую дизайнеры требуют подключать духовой шкаф, например, отдельным кабелем с сечением 4 квадратных миллиметра. С тем, что для духовки требуется отдельная линия, мы полностью согласны. Но вот такое сечение питающего кабелек может привести к серьезным проблемам. Чаще всего достается от дизайнеров именно духовым шкафам, но и другое оборудование в вашей квартире тоже может быть под угрозой. Поэтому бонусом сегодня мы еще разберем, на какое конкретное оборудование какие кабели нужно закладывать и каким автоматом защищать. В общем, давайте по порядку. Итак, в чем проблема подключить духовку кабелем на 4 квадрата? Во-первых, это сечение банально избыточное, и самой бытовой духовке оно просто-напросто не нужно. Все представленные в магазинах духовки для бытового использования, как правило, имеют максимальную мощность не более 3,5 киловатт, что соответствует кабелю с сечением 2,5 квадратных миллиметра и автоматическому выключателю с номиналом 16 ампер. Кстати, про автоматы. Рекламная пауза. В начале этого года случилось то, чего я очень давно ждал. Компания Schneider Electric выпустила обновленную серию Rezi 9, которая теперь включает в себя все необходимое для полноценной сборки щита по всем современным стандартам. Теперь в одной и при этом очень бюджетной серии есть и УЗО типа А, и контакторы до 63 ампер, выключатели нагрузки, реле напряжения, импульсное реле и прочее, прочее, прочее. То есть теперь не нужно собирать в одном щите несколько линейок оборудования, чтобы соблюсти требования безопасности. Все, что нам нужно, есть в серии Rezi 9. Еще примечательно то, что все автоматы этой серии имеют отключающую способность 6 кА, что позволяет устанавливать их на ввод, а все устройства диффзащиты электромеханические. И предусматривает подключение как снизу, так и сверху. Также линейка Rezi 9 включает в себя навесные и встраиваемые электрощиты с металлической дверцей. Ну и приятный бонус это то, что по программе лояльности Rezi 9 дает самый большой кэшбэк. Мелочь, а приятно. По ссылке в закрепленном комментарии вы сможете познакомиться со всем ассортиментом Rezi 9. Ну а мы продолжаем. Мы остановились на том, что выбирая кабель на 4 квадрата, вы просто создаете себе проблемы на пустом месте, так как он жестче, толще, его тупо тяжелее прокладывать, подключать и занимает он больше места. Но трудности с прокладкой кабеля и его подключением это не единственная и самая безобидная проблема. Гораздо большая проблема вас поджидает в процессе эксплуатации. Так как подавляющее большинство духовок оснащены стандартной вилкой. Для того, чтобы ее подключить, необходимо установить обычную розетку. Подавляющее большинство которых не предназначены для подключения такого толстого провода. И попытка впихнуть невпихуемое неминуемо приведет к ослаблению контакта и его выгоранию со временем. Такая же проблема вас ждет, если вы попытаетесь подключить духовой шкаф кабелем напрямую. Не считая того, что удалив заводской шнур с вилкой, вы еще и потеряете гарантию. Ну что ж, как мы сегодня поняли всего вышесказанного, для питания духового шкафа требуется кабель сечением 2,5 квадратных миллиметра и автомат на 16 ампер. Теперь давайте пробежимся по основным бытовым приборам, с подключением которых тоже могут возникнуть проблемы. Отдельно только оговорюсь, что все приведенные здесь значения относятся только к стандартным ситуациям в квартирах, питающихся от нормальных сетей. Если вы хотите поподробнее разобраться с вопросом по дворам кабелей автоматов в нестандартных ситуациях, рекомендую прочитать статью моего друга из Перми, Валерия Черепанова. Ссылку вы найдете в прикрепленном комментарии. Итак, начнем с освещения. Здесь мы применяем кабель сечением 1,5 квадрата и автомат на 10 ампер. 6 амперный автомат можно применить при большой протяженности линии и низких токах КЗ, но эти подробности опять же найдете в статье. На розетке, как на духовой шкафе, кабель 2,5 квадратных миллиметра и автомат на 16 ампер. То же касается любого оборудования, которое можно подключить к розетке, типа стиральных машин, посудомоек, сушилок и так далее. То же касается различных сплит и мультисплит систем. Единственное, необходимо смотреть на потребляемую мощность и не устанавливать на одну группу несколько кондиционеров, если суммарно их потребление превышает 3,5 киловатта. Теперь бытовые варочные панели. Их мощность не превышает, как правило, 7,5 киловатт, что при однофазном подключении эквивалентно кабелю 6 квадратных миллиметров и автомату на 32 ампера. Но тут есть один нюанс. Даже если выбранная вами варка имеет меньшую мощность, чем 7,5 киловатт, по современным нормам для однофазного подключения вы все равно обязаны проложить на нее кабель не менее 6 квадратных миллиметров. Будьте внимательны. Подключать же варочную панель я рекомендую кабелем напрямую. Для трехфазного подключения таких требований нет. Поэтому, как правило, мы применяем кабель сечением 4 квадрата и трехполюсный автомат на 20 ампер. По водонагревателям ситуация сложнее. Они имеют очень широкий спектр мощностей. На ваших экранах таблицы подбора кабелей и автоматов на наиболее распространенные значения. Главное, выбирая водонагреватель, смотрите, чтобы номинал требуемого для него автомата был не выше, чем установленный у вас вводной автомат. Иначе, работая на полную мощность, водонагреватель может перегрузить ввод и спровоцировать отключение питания всей квартиры. Все данные здесь приведены, опять же, для стандартных условий в новостройках и рассчитаны на однофазное подключение. И последний совет на сегодня. Если вам требуется подключить что-то кабелем с сечением от 4 квадрат и выше, предпочтительнее использовать многопроволочный кабель с наконечниками, так как клеммные колодки у бытовых приборов всегда очень тесные и жесткий кабель туда уложить с нормальным запасом не всегда бывает возможно. А вот какой именно тип кабеля выбрать, вы уже узнаете из нашего видео о правильном выборе кабелей. На сегодня у меня все. Напишите в комментариях, с какими ошибками от дизайнеров вам приходилось встречаться и как вы с ними справлялись. Также напишите дополнительные вопросы по теме, отзывы и пожеланиям, ведь именно от вашей реакции зависит, будем ли мы этот цикл роликов продолжать. Безопасного вам электричества! Спасибо за внимание! Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. С вами был Вяткин Александр, команда ГОСТ+.